итак в этом видео я снова затащу вас под лед смотреть на полосатых но сначала давайте на сверлим лунки хорошо в этот раз сергей прихватил шуруповерт вы уже видели с прошлого года лежит ролик про то как приделывается шуруповерт это здорово облегчило нам задачу по сверлению лунок конечно же хорошо видно как быстро его проходит руками так провернуть невозможно а еще и делали лунки дополнительные под камеру очень данная штука пригодилась лунки проделали проверяем глубины метр тридцать метр восемьдесят в этой лунки 220 в этой 230 ну это где-то вот уже вышли на такой столик вот и 250 и он даже рыбку видно вот где-то вот метр тридцать до двух восьмидесяти у нас вышли глубины для окуня как раз они оптимальны и прокармливаем все лунки все как обычно все как мы показывали фильме по скоростной ловли окуни зимой из-подо льда ну конечно повторяться неинтересно а вот кое-что мы сейчас посмотрим несколько другого ракурса его в том фильме показывал не было тема быстро моментально проходит очень удобно ну конечно штука не дешевая нужен шуруповерт большим моментом профессиональной модели они стоят довольно дорого давайте посмотрим как мотыль падает на дно этот взгляд прямо в лунку здесь конечно крахмал мало смешает а вот взгляд из-под воды вот это стартовый закорм пошел на дно ну практически вот от крахмала он очищается где-то за двадцать тридцать сантиметров проходя в воде мотыль уже полностью чистенький будет видно хорошо когда он долетает до дна он уже совершенно чистенький никаких следов разбивки на нем нет и еще разок посмотрим заодно на скорость обратите внимание летит мотылик довольно быстро и еще кое-что мы потом посмотрим но это когда уже будем у дна снимать тоже будет довольно таки интересный моментик подмечен прокормили заложили мелкого мотыля крупного мотыля и готова к рыбалке осталось достать удочку где там у меня нулевка вот она стою удочку и можно начинать теперь опускаемся под лед даю вводные данные значит рыбалка была крайне проблемной и трудовой просто окунь выпендривался по полной программе не хотел вообще клевать совершенно и не то что на данном водоеме а и вообще я такую сложную рыбалку по окуню даже вспомнить не могу то есть ну чудовищная сложная рыбалка практически вот рыба пошла в отказ полностью почему что чего это другой вопрос но зато у нас есть уникальная возможность посмотреть 40 минут на полосатого в естественных условиях его обитания и как он будет себя вести именно вот при таком отвратительном клеве вот сверху все выглядит как обычно стучал по дну начал играть как это выглядит на дне сейчас поглядим вот у нас мотыль опускается на дно я пришел на ломку сразу сделал докорм небольшой щепоточкой мотыля и он у нас опускается на дно смотрите как они откуда они взялись никого же не было наплывают со всех сторон начинают появляться полосатые четко их наши действия привлекли ну в данный момент нельзя сказать точно что именно и привлекло мормышка либо падающий кормовой мотыль но дальше будет видно что и где в действительности привлекает это и другое там четко будет видно что и отдельно играющая мормышка собирает и летящий сверху модель тоже их собирает при хорошем клеве уже штуки три бы наверное поймал из вот этой вот кучи а так вот сидишь играешь трясешь а поклевок нет и думаешь нету что ли там никого а там он но все полосатые одни вот один заинтересовался гипнотизирует наверное думает что как галушки сами в рот будут залетать вот четко следит за мотылем мормышкой а вот на переднем плане видим со сложенным парусом плавает и этому дело вообще ни до чего нет здесь они как-то заинтересовались сначала а потом разбежались остались вот двое самых таких голодных или у которых голова меньше всего болит но мы еще увидим что и будут оставаться так 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 изготовился и съем чё съем мелкого мотыля съем рядом с мормышкой тебе чего не нравится такая замечательная мотылина висит не хочет так никого и не поймал а вот под ломкой было десяток окуней другая ломка ракушечное дно очень интересная немножко продумать поднялась но ничего страшного вот сейчас играл мормышкой и уже было видно что именно мормышка исходно собрала вот этих вот так у ней под ломкой стали в свой кружок и сход успел выплюнуть но вот в этот день было просто чудовищное количество сходов с дергиванием отеля кстати мы посмотрим как это происходит то есть удивляться тут конечно нечего на сколько наплывок и никто особенно мормышкой при не интересуется экран в полосочку называется чего вам еще надо это я видимо вынул мормышку проверить целый мотыль проверил зарядил обратно так вот это сейчас должен попасть опа готов попался никакой реакции со стороны остальных на то что товарища выдернули продолжают заниматься своим делом так 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 вот это сейчас подбирать будет тоже со дна чего-то чет не понравилось есть а почему попался потому что тот который слева сделал движение в сторону мормышки это еще не на одном эпизоде будет видно четко видно пищевую конкуренцию как только один сделал какое-то поползновение что сейчас я ее съем у второго тут же просыпается мне это тоже надо здесь это конечно было видно очень наглядно я надеюсь что еще представить мне случай заснять в хороший клев окуня и там это должно быть вообще наглядно виду вот чё-то не понравилось оп жалко не было видно с хвоста съемка шла чё он там сделал ну ничего еще будет видно других местах вот этот слева активники подъедает мелкого мотыля со дна вот они все так это делаю наклоняются легка вот так хап мормышку я в горизонте остановил и медленно опустил в принципе очень похоже на скорость падения мотыля так себя проверяю просьбу все все так правильно вот начинаю играть мормышкой но еще и подкармливаю снова все собираются но всем интересно чего интересного непонятно никто не клюет собраться все собрались клевать никто не торопится это ж надо так уплющить охуня ладно я понимаю подлещик или полотва я вот мелкого то один то другой как-то подбирают шамкает стоит уйди мормышку закрыл мормышка там пляшет и так и всяк и наперекосяк не этим за фенечки тоже слева стоит парус сложил и завис как елочная игрушка могут второй такой же приплыл мотой попался тоже какая-то непонятная система то есть вроде стоит стоит ничего ему не надо потом резко поворачивается тут же бьет мормышку попадается что это такое не совсем понятно чего-то у него в голове щелкнуло видать давайте давайте собирайтесь подтягивайтесь вот видно кстати что мотылик падает уже чистенький совершенно и еще что хочу заметить падает как компактно то есть глубина два метра в некоторых лунках даже больше двух метров он пролетел эти два метра как вот лунка была 110 практически у него разлета и нет практически вот так он этим компактным пятнышком и падает сейчас будет другая лунка показано там где-то где песочек над ней будет очень хорошо видно кружок в котором лежит этот мотыль то есть практически у него разлета нет это вот тоже очень интересный это вообще направо уплыл чего ему не понравилось ну ладно мормышка с крупным мотыля мне нравится но мелко падает прекраснейший мотыль не буду не хочу и это не понравилось вот наглядный пример лунки на который флажок потом пост становится вот в других лунках мы видели десяток и больше акуней а здесь вот их двое и все вот такое место что ты почему-то здесь не привлекает мало их тут стоит почему уж кто его знает над наверное не осмотреться может они где-то еще есть сейчас попробуем смотреть окрестность местечко такое сказка для леща ракушечки вот он один убежал пыль поднял и вот стоит тоже не до чего ему дело у меня пустик какой-то это плавает который которого мы уже видели и собственно все действительно вот бывают такие лунки ну нету вот под ней рыбы по сравнению с остальными скажем так почему уж не знаю казалось бы буквально все рядом но уже совершенно другое там ракушка здесь песок здесь полосатиков побольше вот это активно копается еще один он подошел подбирает моделя может быть хоть кто-то из них попадется он там какой-то чумовой зарывается в песок со страшной силой он попался ну тут явно был активный сначала съел мелкого модель а потом мы позарился на мормыш опять падает прикормочный модель кстати говоря тоже интересный нюанс практически моты не двигается вот все эти сказки насчет того что мотыль на дне зарывается выл я теперь вот склонен считать что это все такая псевдонаучная фантастика потому что вот у меня в мотыльницы на ноге он шевелился абсолютно живой шевелящийся прямо на ушах стоит при попадании в холодную воду видать он такого клина ловит что ничего ему уже и шевелиться ничего не хочется что его напугало не совсем понятно вот если присмотреться лежит мотыль иногда он так чуть-чуть пошевеливается видно что он там живой что он чего-то там из себя представляет но то что он там за 10 минут куда-то чего-то зароется я в это абсолютно не верю и даже и за большее время он откуда ты выскочил давай давай бери как следует вот два раза взял и тут же выплюнуть третий раз ну ну на третий раз попался самый только самый самый видимо свежий самый жиренький мотыль он еще как-то там на дне чего-то из себя представляет что-то как-то пошевеливается весь остальной просто лежит оцепеневший вот это все-таки холодная так-так-так промахнулся успел выплюнуть я заметил в этом фильме что вот для такого окуня нужна мгновенная подсечка то есть как только что-то хоть кивок показывает хоть какой-то сбой какой-то хоть намек на поклевку тут же надо сечь у меня техника немножко другая и я вот в этом здесь проигрываю будет видно еще не один раз что несколько окуней я не поймал они успели просто тупо выплюнуть крючок с мотылем изо рта и я подсёк уже в пустоту вот так как это было сейчас в этот раз вот тоже самое успел выглядывать ну хотя этот брал не так уверенно предыдущий целиком приманку заглотил а этот брал не так уверенно вот еще раз чего я не дёрну то ли не заметил поклевку то ли скорее всего все таки да вот эту паузу которая при нормальном клёве абсолютно нормально работает и даже чем-то лучше второй раз попробовал все железку я больше есть не хочу ушел и заметьте какие-то рачки то ли дафния то ли циклоп то ли что-то подобное живут себе под водой зимой оставляют видимо форм для наших полосатиков ну опять фильм ужасов из темноты появляются полосатые морды все таки да вот как бы не был сплющен этот опыт какой бы плохой клёв не был какой бы там глухозиме а против естества не попрешь все это его очень привлекает и падающие мелкий мотыль и играющая мормышка на атаку он конечно не решается но привлекающий фактор срабатывает на все 100 везде под каждой лункой мы видим что он собирается на происходящее стоял посмотрел и отвалил чего не понравилось вот идут двое может быть хоть устроит конкуренцию друг другу третий подходит вот это за мелким наклоняется явно опа съел чего-то вообще конечно крайне интересно будет сравнить с тем когда хорошо клюет какое у них будет поведение потому что вот это коматоз из коматоза я говорю я такого уже даже вот припомнить не могу чтобы так плохо и отвратительно даже он клевал обычно даже глухозиме он берет значительно лучше бывает конечно плохой клев но не настолько плохой здесь практически отсутствие клевого был продолжаем по другой лунки продолжаем по другой лунке начинают из тумана появляться один другой третий вот сколько рыбы а ты сидишь сверху трясешь ничего не плюет думаешь ну вот рыбы нет она есть вот он клоняется есть хапнул типовое такое поведение вот он отплевался от мармурки да шо ж такое то а вот вот они двое как только двое конкуренция сразу идет уверенная нормальная поклевка и попался ну но на внимание другого окуня никакой реакции гораздо больше реакции вон мотыль падать начал вот на это реакции у них есть вот сейчас четко наплывают именно на мотыля не на мормышку мормышки нет я там перенасаживаю четко наплывают на кормового мотыля вот мормышка оп подобрал крупненького подобрал это видимо то ли старого мотыля скинул в лунку то ли при насаживании упал случайно один еще мотылик думаю на лету был подобран видимо все таки в лунку случайно упало несколько мотелей крупных тоже я на это заинтересовало так морды полосатые ушли от экрана не мешаем смотреть на мормышку он его и съел все таки значит какая-то пищевая активность есть что-то не нравится ну ладно бы я один ловил с Сергеем ловили его результат ровно точно такой же как и у меня то есть чего мы уж только не делали сейчас где-то здесь будет видно что микро мормышка она светленькая не знаю может уже было даже не замечал ну легка темненькая а микро мормышка светленькая ну это ничем не помогло ну давайте давайте вот устраивайте конкуренцию друг другу нет что-то отвернулись и аж аж прям бегом побежали тебе ничего не нравится каждый день что тебе тут мотыля сыпет сверху оп промазал вон песок набрал в рот выплевывает теперь ну конечно второму сразу тоже интересно что это тут опять промазал косой какой-то неплохо вроде не так активно играю все мимо да мимо ну как всегда самый маленький из всех кто здесь стоит заинтересовался ну тот тоже не попался и ракушка опять блоки какие-то водяные скачут подозреваю я что именно ими то вот этот мелкий окунь питается когда я ему сверху мотыля не сыплю хотя в видео ни разу не было видно чтобы он такую штуку съел с другой стороны когда халявый мотыль летит сверху гоняться за этими микро рачками жалко ракушка закрыл немножко нам обзор мормышку не очень видно вот он слева заплывает мордан там там какая-то возня идет а он так посматривает пока присматривает стоит ему туда идти не стоит он даже близко пока к мормышке не подходит мелочь там суетится уже этот тут свой парус сложил и думает задний ход умеет же так ну 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 и готовился готовился оп есть ну попался о вверх как рванул чё это он куда это он собрался оп есть так так того очевидно снял с крючка модель не был испорчен очень быстро обратно зарядил так теперь мордастый хочет подойти ну могу сразу сказать не поймаю я этого мордатого слишком нудный или слишком сплющенный посмотрел на это все посмотрел подумал подумал вот что тебе еще надо смотри сколько вас собрало вот мне это интересно и все вернулся обиделся на что-то непонятно на что а ты не попался вот кстати на песочке хорошо видно мотыль лежит такой кучкой ровненькой ровненькой то есть практически в стоячей воде не рассеивается при погружении в воду тоже очень интересно я думал что у него гораздо значительнее рассеивание идет а нет и вот этот хоть уплющенный стоит а мелкого мотыля подобрал съел но он тебе песок выплевывает его аж обратно от дачи откидывает и что там он смотри какой классный мотыль бисит на мормышке здоровый один раз съел на два дня наелся где-то он еще лучше какого-то мелкого вон там подберет очень интересно что будет в хороший клев потому что бывает что окуни просто набиты этим мелким мотылем по идее они должны его беспрерывно просто собирать но повторюсь это вот коматозная рыбалка окуни очень пассивная видно даже в семеро мы их ускорили и все равно они практически на месте стоят вроде их собираются и интересуются но но не берут а ты чё позируешь мормышка вон там он по спине одному дал подбежал на два сантиметра и обратно вернулся ну ну собираются интересуются погребнет но все таки хорошо что мы вот так вот не видим всего этого безобразия в обычном режиме то это же я не знаю нервов никаких не хватит куча вроде рыбы собралась а никто не клюет вот она микро мормышка кстати вон она мелкая светленькая мормышка это самая маленькая из всех что у меня есть если я не ошибаюсь 1,8 мм вольф рамочка разницы не было абсолютно никакой на эту черную я ловил либо на ту светленькую Сергей еще на ряд мормышек ловил абсолютно никакой разницы мотос был сильнее разнообразие приманок ничто не помогало какой-то бешеный мелкий окунь там что-то шамкнул непонятно чего вроде мотылята там не было может быть как раз рачка какого-то сожрал которого отсюда нам не видно так в основном конечно висят висят и еле двигаются ну сейчас хорошо видно вот их собралось уже больше десятка и чего вам еще надо гипнотизеры стоят мормышку гипнотизируют прилетел вот слева резким движением пришел окунь вот это активный но что он сделал он взял мотыля за последние два коленца и тут же его выплюнул я даже не успел подсечь и невозможно это успеть потому что пока дойдет информация до кивка какая-никакая задержка есть пока голова среагирует даст команду рукам на подсечку а он выплюнул ее в течение секунды вот таких поклевок у нас было очень много хорошая характерная поклевка такая вот именно так он сдергивает мотыля когда он чуть чуть дольше его прикусит дернешь мотыль остается у него в зубах вот этот пожевал даже выплюнул я подсечь не успел так уйди отсюда мормышку не видно уйди, уйди туда, уйди, уйди ну тоже пожевал и ушел один раз железо наживался второй промахнулся вообще как-то подбил ее не пойми что это не поклевка, а черт знает что о, опять промахнулся ну она же внизу а ты куда-то вверх бьешь о, ну все, с третьего раза попался ну и это был для данных условий мега активный опыт три раза подряд бил и таки попался вон он опять резко прибежал резко прибегаются вроде бы как активные опыты ну, надо будет еще посмотреть когда они все будут действительно в настроении покушать давай, давай, ты же резко прибежал мне же хочется есть ну че ему не хочется я, говорит, лучше вот тут вот мелкого моталя подберу ну аж через жабры аж выхлоп пошел хапнул вместе с грунтом вот и добил моталя все-таки все-таки вот как он был активный и так он и попался четко за мормышкой следят бывает поднимаются вместе с ней опускаются вместе с ней интересно, конечно вот очень интересно, что можно было бы сделать еще чтобы заставить их клюнуть вот он клюнул же ну, здесь вот не успел я опять подсечь чисто техническая ошибка вот второй раз клюнул получил по губам ну, он кроме этого окуня всем остальным вообще белого нет до происходящего вытащили его получил он по губам сбежал их ничего вообще не пугает он ходит себе мелкого моталя подбирает ну и попался а это интересный кадр вот рядом лежит крупный мотыль это он у меня соскочил с мормышки я этого не заметил я этого не знал и играл просто пустой мормышкой вот он, без мотылка, без бисера, безо всего просто вообще пустая мормышка собираются собираются окунь он по спине ему попал, он убежал четко собираются четко видно, что исходно они собирались на мормышку это сейчас уже полетел мелкий мотель и вот они ей интересуются смотрят на нее ну, баклевки я не дождался подвесить бисеринку какую-нибудь грубоим еще интереснее наверняка окунь такие никуда не торопятся в замедленном действии все происходит опа, попался жалко, здесь не очень хорошо было видно мормышку но у него явно наблюдалась хоть какая-то активность у этого окуня он хоть там чего-то наклонялся, пытался подобрать со дна и тут вот в конце концов хапнул и мормышку и тут тоже вроде не было никого уплывают с разных сторон по губам получил по губам получил вот он слева опять подбирает мотыля что ж те мелкие-то, давай крупного хватай уже закралась мысль, что надо было попробовать ловить на мелкого может быть это дало бы какой-нибудь хоть результат понятно, что супер результата тут не удалось бы добиться но лишних может быть рыбок несколько быть может можно было бы получить хотя изменение размера мормышки результата не принесло ну раз ты так подлетел, ты голодный, давай бери оп, мимо промахнулся оп ну попался ну этот вот взял, пасть захлопнул и четко было видно, что держал ее захлопнутой поэтому видимо и попался сколько же там этих акуни тихий ужас и все эти полосатые банды клюют единичные мне интересно, через жабры у него пыль выходит а он подбирает что-то со мной вот что ты тут ешь иди вон мормышку возьми все что-то берет, берет со дна на мой какой здоровенный вкусный мотыль так, вот он пошамкал опять все здесь, все рядом пяточок-то этот небольшой, но они все на нем собрались вот этот попался, да этот четко хапнул я вовремя подсек вот хоть какая-то активность хоть кто-то чего-то они подбирают со дна и хоть завошкались немножко о, еще один попался мелкий это наверное самый вот самый-самый лучший клев какой был за целый день вот здесь вот был показан снова на песочном дне так, так ну надо изо рта у него выдернуло опять чуть-чуть с подсечкой опоздал я для себя выводы уже сделал красивые полосатики еще поклевали как следует вообще-то здорово так, 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 так оп, оп готов было видно, вот он прихватил а потом сожрал вот поэтому я обычно вот эту паузу и делал чтобы мормышка оказалась у него в пасте гарантированно ну да, снаружи все это вот так выглядит и понятия не имеем есть там рыба под лункой нет там рыбы под лункой вот все, что удалось поймать для тех, кто досюда досмотрел бонусным кадром бывает вот так вот камеру опустили а там куст ну это не мешает акуням там находиться а эта вот камера поехала случайно плохо была зафиксирована и поехала пока она тихонечко ехала и куням хоть бы хны ну вообще не замечают практически ну статичная камера вообще на них не действует и вот даже медленно перемещающиеся совершенно их не беспокоит и вот камеру решили переставить ну тут конечно да вот они все убежали ну что, до встречи под водой всего хорошего ни хвоста ни чешуи